Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! Если вы до сих пор не подписаны, мне будет безумно приятно, если ты нажмешь эту кнопку и подпишешься на мой канал. У меня аж живот журчит. Сегодня у нас завтрак, сыр Хохланд, охотничьи колбаски, отварила деревенские яйца, лучок, грибочки. В общем, все самое вкусное. Кушать я буду прям руками. В общем, сегодня был день Х. Я сегодня была в автошколе. Мой первый день. Кто не знает, я записалась в автошколу. Я буду стараться во влоге это все не рассказывать, потому что заметила, что одно и то же говорю. И в мукбанках, и во влогах. Чтобы такого не было, во влогах все эти моменты я буду опускать. В общем, первый день в автошколе прошел, слава богу, хорошо. Но я просто поняла, что такой вид обучения мне не подходит. Я мало чего понимаю. Человек, который всю жизнь учился на русском языке, а тут используются литературные термины на азербайджанском, я их понимаю, конечно, но... Мне тяжело их запомнить. К автошколе вообще никаких претензий нету. Замечательные учителя. Здесь, наверное, больше проблемы во мне. В группе у нас 12 человек. Из них всего 3 девочки, остальные парни. Посещение там получается свободное. То есть неделю, один день ты можешь прийти. Ты должен прийти, точнее, а второй день можешь уже не приходить. Тебе дают материалы на азербайджанском языке. Я их уже получила. Мне сложно именно на азербайджанском языке. Сложно, что много людей, все они задают вопросы. На это уходит очень много времени. Либо надо найти группу на русском языке, либо уже нанимать учителя индивидуально. Индивидуально получается дороже. Час обучения теории обходится в 20 монат. Это один урок. В общем, как-то так. Я немножко, если честно, в растерянности. Не знаю, что делать. Позвонила папе, посоветовалась с папой. Папа говорит, а что там учить? Купи учебник и все, сиди повторяй. То есть зачем вообще ходить в эту автошколу? Нету смысла в этом. Но в любом случае, если я буду нанимать частного учителя, мне по-любому нужна автошкола. Потому что, насколько я знаю, вас не допускают до экзамена, если ты не прошел автошколу. Даже если ты все знаешь. Даже если ты не нуждаешься в автошколе, ты обязательно должен это как-то формально пройти. Поэтому по-любому автошколу мне надо пройти. У меня появилась идея. Пусть самое имя числится. Как раз в этой автошколе есть девушка, которая занимается индивидуально и преподает на русском языке. Я хочу ей предложить больше денег, но чтобы она приходила ко мне домой и обучала меня. То есть иногда даже репетиторы, когда я готовилась к универу, иногда ты идешь к репетитору, а иногда репетитор идет к тебе. Не знаю, конечно, согласиться или нет, но для меня этот вариант был бы идеальный. Пусть я переплачу, но пусть она приходит, нежели я иду. Потому что, вы знаете, место расположения этой автошколы не очень-то удачное, так скажем. Там на одном транспорте не приедешь. Получается, каждый раз надо ехать на такси либо менять два транспорта, а это затратно в плане времени. Лучше будет, если она будет приходить ко мне домой в определенное время, когда ей удобно. и мы, как бы, будем это все проходить. Но она мне так сказала, что большинство учеников с первого раза сдают. Как бы мне хотелось, как бы сердце не верило в чудеса, но не верю я, что с первой попытки я сдам именно практику. Потому что у меня есть очень большой страх. Кто не знает, у меня брат попал в аварию. Очень серьезно. лечился долгие годы и даже сейчас впоследствии этой аварии. Поэтому страх у меня имеется. Но это не значит, что я никогда не сяду за руль. Я смотрю в деревне, например, пожилые мужчины, например, друг моего папы, он сел за руль в 50. Претензим. До этого не умел водить. И сел за руль механики. Я просто сама себе думаю, он смог, я не смогу. Стоит только начать. Если честно, я хотела отложить покупку автомобиля, получение прав. Где-то на весну хотя у меня в планах на 2021 год как раз таки есть получить права. Не купить машину, а именно получить права. Потому что ну смысл покупать машину если у тебя нету прав. А я даже не надеюсь, что с первой попытки я сдам. Поэтому думаю, что где-то до Нового года я буду мотаться туда-сюда, сдавать. конечно, я надеюсь, что я с первой попытки и сдам. Но я в это не верю. Как бы мне не хотелось верить в себя. так что вот так вот, ребят. План на 2021 год я составляю уже каждый год в скетчбуке писала. Такой вариант, как купить права я не рассматриваю абсолютно. Потому что по-любому эти знания мне понадобятся. какой смысл. Я очень законопослушный гражданин. Считаю, что хорошо, что есть правила дорожного движения. Хорошо, что есть штрафы. Чтобы люди себе на дорогах позволяли очень многое. Поэтому очень буду стараться, чтобы меня никто не оштрафовал. Хотя мой парень говорит на начальных этапах это просто нереально. Готовь каждый месяц энную сумму денег, потому что новичок за рулем не всегда бывает внимательным. Мне даже сегодня во сне знаете, что приснилось? Типа я еду за рулем и там куча знаков, которые я вообще никогда в жизни не видела. Во сне я это видела. первый раз вяжу эти знаки. Их так много. Мама, зная мой характер, говорит, уверена, в деревню мы поедем за 5-6 часов. Я говорю, почему? Потому что ты будешь ехать, как черепаха. Представляете, такое мнение у мамы обо мне. Обычно, наоборот, родителям, родители детям говорят, не гоняй, не надо, не нужны тебе эти проблемы. А тут наоборот. Вот. Еще, вы знаете, я внизу у нас во дворе видела 4 машины, которые я хочу. Ford Fusion. 4 или 5 штук я где-то видела внизу. И мой двоюродный брат подал мне идею. Вдруг я случайно буду проходить и там кто-то садится за руль Ford Fusion. Просто подойти к этому человеку и очень в культурной форме спросить, доволен ли он автомобилем своим, рекомендует ли он. Просто вот человек не заинтересованный абсолютно. Одно дело, ты спрашиваешь о недостатках этого автомобиля. У того, у кого покупаешь, понятное дело, что он заинтересованное лицо, он никогда в жизни не скажет тебе, что мне не нравится, там запчасти дорогие и так далее. И парень, и все вокруг говорят, бери Hyundai. У Hyundai дешевые детали, там ремонт стоит недорого. Ford это все-таки американская машина и там запчасти стоят дороже. Ну блин, мне нравится по дизайну Ford, я ничего не могу с собой поделать. а брать надо то, что вам нравится. Поэтому, если я вижу, что кто-то садится за руль Ford, в культурной форме, если я вижу, что человек не спешит, спрошу у него, довольны ли вы, какие минусы можете отметить. Много чего мне и написали мои подписчики, но все равно хочется черпать много информации. Кстати, я сидела в группе, там с нами есть еще одна девочка, и она как меня увидела, я заметила, начала улыбаться, потом, когда урок закончился, подошла ко мне и говорит, я вас знаю, говорит, на азербайджанском, вы кушаете суши в ютубе. Я такая, да. так приятно. Я такая врать не буду, я каждое ваше видео не смотрю, но я вас узнала. Мне так приятно было, что с кем-то хоть познакомилась из своих подписчиков и будем сидеть вместе на уроке. У меня теперь два варианта, либо я буду ходить к учительнице, либо она будет приходить ко мне, но я очень надеюсь, что мы с ней договоримся в цене, и она будет приходить ко мне и обучать меня. Мне будет так безумно просто удобно, не надо будет краситься, ехать, тратить деньги на такси и все дела. Я готова за это переплатить, лишь бы было комфортно и удобно. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.